Европейский авторынок продолжает восстанавливать позиции, подорванные худшим за 20 лет кризисом в отрасли. В марте продажи новых машин в странах Евросоюза выросли на 10,6% по сравнению с мартом прошлого года. При этом реализовано было всего 1,3 млн единиц. В марте 2007, то есть до начала кризиса, продажи были на 500 тысяч единиц больше. Впрочем, показатель поднимается уже седьмой месяц подряд. В Западной Европе рост на 20% с лишним показали Ирландия, Греция и Португалия, то есть страны, которые постепенно выходят из-под опеки международных кредиторов. И тем не менее, в год в ЕС продается всего 12 млн машин, тогда как США по итогам 2013-го полностью вернулись на докризисный уровень. Там было куплено 15 млн автомобилей. Неудивительно, что европейские производители пытаются компенсировать слабость отечественного рынка за океаном. Автосалон в Нью-Йорке, открывающийся в четверг для прессы, яркий тому пример. Он считается важной международной площадкой прежде всего для автомобиля класса премиум, а США остается одним из ведущих в мире рынков сбыта для этой категории авто. Европейские бренды Audi, Bentley и BMW неизменно занимают первые позиции в рейтингах наиболее продаваемых дорогих машин в Америке.